Привет всем пользователям PokerStrategy, кто смотрит данное видео, с вами Inspire, и сегодня я буду делать пробный для себя перевод. Меня попросили сделать перевод вебинара по второму Hold'em Manager специально для пользователей PokerStrategy, и попросили меня сделать так называемый перевод на лету, то есть я буду слушать и сразу же переводить. К сожалению, ранее я никогда ничего подобного не пробовал, и будет в какой-то степени сложно. Конечно, при этом потеряется качество перевода, но я постараюсь перевести все необходимые моменты, все самые ключевые моменты, о которых будет говорить автор. В данный момент автор говорил о том, что вы можете задавать вопросы, если таковые имеются, а также упоминаются видео, которые есть в специальном разделе на форуме PokerStrategy, которые вы, возможно, уже посмотрели. Также автор сейчас упоминает о существовании некого Hold'em Manager TV, и о вот этом разделе под названием HM2 Coaching Videos, где вы можете посмотреть различные видео по Hold'em Manager, которые помогут вам в понимании программы. Здесь вы можете узнать те новые техники, потому что все играют по-разному и анализируют свою игру по-разному. Так что если вы соберете всю эту информацию воедино, посмотрите все видео, у вас будет хорошее представление о том, как анализировать свою собственную игру. Наверняка у вас не раз возникали вопросы по поводу Zoom столов. В скором времени появится необходимый апдейт, апдейт для Hold'em Manager от второго, и в этом апдейте появится все необходимое для того, чтобы вы смогли использовать статистику за Zoom столами. И появится этот апдейт очень скоро. Кстати, у Hold'em Manager есть разные темы, светлая и темная. Сейчас мы используем светлую. Можно вот здесь, вот, автор показывает где, поменять тему с светлой на темную. И теперь давайте пройдемся по основным моментам. Hand Import и так далее. Сначала мы разберемся с Database Manager. Он всегда находится вот здесь, справа внизу, не важно, что вы открыли в основном окне. Если у вас осталась база данных из первого Hold'em Manager, при помощи вот этой вкладки Import, вы можете перенести всю базу сюда. Также, помимо этого, появилась новая фича под названием HMSync. Клевая вещь, судя по словам автора. В двух словах, эта штука позволяет вам синхронизировать базу данных в так называемом облаке, из которого вы затем можете раздавать все раздачи, например, на два компьютера. То есть, если вы используете Hold'em Manager на двух компах, это очень удобная штука, чтобы постоянно не пришлось перекидывать информацию с одного компьютера на другой. Так, возвращаемся к менеджеру баз данных. Если вы хотите, вы можете использовать несколько различных баз данных. Вы можете удалять базы данных. Вы можете создавать бэкап-версию базы данных прямо на компьютере. Теперь поговорим об импорте ROG. Вы видите, открыта вкладка с опциями, с опциями, как я понимаю, настройками хада. И если мы будем менять вкладки наверху, вот сейчас Reports, Active Sessions, не важно, что он открывает, меню с настройками вкладок по-прежнему остается на том же месте. Причина заключается в том, что это самые необходимые моменты, к которым вы постоянно обращаетесь. То есть, куда бы мы ни тыкали, вот эти вот две опции под названием Options, собственно говоря, и Heads of Display, они постоянно будут здесь. Так, импорт ROG. Иногда вам приходится иметь дело с различными руками, которые вы не импортировали из пакерного сайта. Ну, например, если вам прислали историю раздач друзья и так далее. Вы можете нажать на кнопку Hand Importing и вот здесь вот выбрать какие-то конкретные файлы или папку. Также есть настройки автоимпорта, как и в первом Holder Manager. Изначально программа выставляет какие-то дефолтные значения, то есть те значения, которые обычно задаются румами, то есть если вы устанавливаете покерный рум в какую-то стандартную директорию, Holder Manager это автоматически найдет. Но опять же, если вы установили в какую-то свою директорию, не стандартную, вы всегда можете выставить путь к папке с руками вручную. Вот, вы можете нажать на кнопку Auto Detect и программа сама найдет папки. Если в этих папках есть какие-то руки, программа автоматически их импортирует. Также программа заархивирует эти раздачи. И вот здесь мы можем посмотреть, куда именно будут архивироваться раздачи. И все эти заархивированные руки, в крайнем случае, вы всегда можете взять и перенести, например, на другой винчестер. Таким образом, вы тоже можете сохранять раздачи, то есть если что-то случится, их всегда можно восстановить отсюда. Также вы можете выставлять время, подстройку времени, то есть если время в покер-руме отличается от вашего, вы можете выставить эту разницу, и рум будет считать раздачи с данной поправкой. То есть если по времени рума вы сыграли, скажем, в 7 утра, а по-вашему в 10 вечера, то программа будет считать, что раздача была сыграна именно в 10 вечера. Итак, это меню «Hard Options». Об этом мы с вами поговорим чуть попозже. «Hard Options» находится в разделе, о котором я говорил, который никогда не меняется, какую бы вкладку вы не открывали. Если вы впервые импортируете руки в Holder Manager, Holder Manager автоматически выберет Hero, то есть вас. Если вы играете на нескольких сайтах одновременно, возможно, вам захочется поменять игрока. И сделать это можно вот так. Вы нажимаете сюда, выбираете «Select Player». «Select Player», как он сказал. Но также это можно сделать вот здесь, вправо внизу. Нажимаете на «Никни», «Select Player», и выбираете необходимого его игрока. Наверху можно воспользоваться поиском. Далее я хотел бы с вами поговорить об алиэсах. Используется это в том случае, когда вам необходимо скомбинировать раздачу не только одного игрока, не только по одному никнейму, а если вы хотите также добавить некоторые другие никнеймы. Делается это вот так. Нажимаем «Edit Aliases». И вот здесь нажимаем на плюсик, вводим. Просто название здесь, неважно, неважно, что мы пишем. Так, надо теперь запомнить вот это название, потому что теперь вместо своего привычного никнейма мы будем видеть вот этот, который только что ввели. А справа мы добавляем всех игроков, всех тех игроков, которые мы хотели бы скомбинировать под одним этим названием. Теперь выбираем на select player и вместо стандартного игрока выбираем вот этот вот алиэс, который мы только что создали. Теперь он скомбинирует не только кэш-руки, но и турнирные руки, которые я наиграл. И для всех репортов, для всех сессий теперь будет использоваться раздача сразу двух игроков, объединенных под этим алиэсом, который я назвал «MyAlias». Вначале мы с вами поговорили о различных виджетах HM2 Coaching Videos и так далее, Hold'em Manager News. Другие виджеты, которые вам понравятся, вы можете добавить при помощи вот этой кнопки «Add Widget». И еще один момент – это вот эта вот иконка «Help» в правом верхнем углу. Вы можете нажать на нее и затем выбрать вопрос, который, возможно, вас заинтересует. Если вы будете менять вкладки, то вместе с этим будут меняться и вопросы. То есть, куда бы вы ни кликали, появляются новые вопросы по данному разделу, которые могут у вас теоретически возникнуть. И если этот вопрос совпадает с тем, который вас действительно интересует, вы просто нажимаете на синюю ссылку в правом верхнем углу и все получается. И во каждой отдельной менюшке, которую вы открываете, также есть вот этот вот вопрос в правом верхнем углу. Так что, если у вас возникли какие-то вопросы, просто нажимайте на этот вопросик и находите то, что вас интересует. Итак, мы открыли репорты. Сначала я вам покажу, как добавлять отчеты, репорты. Можно нажать вот сюда, More Reports, и здесь уже выбрать дополнительные варианты, которые вам конкретно необходимы. Некоторые из этих репортов новые в Holder Manager и втором, ну а некоторые взяты из первого Holder Manager. Все, что вам нужно, это выбрать нужный вариант, и вы увидите, как он появится в данном окне. В данном случае мы добавили позиции. Следующее, что я хочу делать, я хочу показать вам, как добавлять статистику к этим репортам. Есть один момент, на который лично я постоянно смотрю, да и все, в общем-то, наверное, смотрят, смотрят по-разному, и это EV. Я люблю использовать этот момент по-своему, но в любом случае, давайте попробуем добавить EV. Для этого нам нужно нажать на кнопку Start слева, появится вот такое окно, и здесь есть несколько категорий. Вы выбираете то, что вам нужно, а справа вверху есть специальный поисковик. Я вписываю две буквы, EV, и первым же в списке появляется то, что мне необходимо. Теперь я нажимаю вот эту стрелочку, оранжевую стрелочку, и она добавляется в левую колонку, то есть туда, где показываются все включенные показатели статистики. Теперь нажимаем ОК, и как вы видите, появилось то самое значение EV. Я могу переставить его туда, куда мне хочется. можно сразу же подряд поставить после выигрыша. Вы видите, на малом блайнде я проигрываю чуть больше пяти больших блайндов на 100 рук, и, пожалуй, должен был проигрывать больше, по идее, что, надо сказать, впечатляет. всего я проиграл 600 долларов, но по EV я поиграл 380. Так что играю я, в общем-то, неплохо. Вообще, за шортхендер с целами, если вы проигрываете 10BB на 100 рук на малом блайнде, то это, пожалуй, нормально. А если вы проигрываете примерно 20BB на 100 рук на большом блайнде, то это, я бы сказал, хороший результат. Вот несколько показателей у меня выведено в статистике, которые вы вполне можете использовать, если вы толком со статистикой не разбирались. Так, еще один момент. Вообще, по поводу репортов нам, конечно, много чего нужно обсудить, но первое, о чем мы поговорим, это вот эти линии. Если я выбираю одну из этих линий, одну из линий наверху, ну вот, например, я выбираю линию Button, а всего у нас на Button было разыграно 18 090 раздач, и все эти раздачи перечислены ниже. Но если ничего не делать, то нам покажут только последние 250 раздач. Можно выбрать последние 1000, 1000, или же выбрать все раздачи. Я нажму на All, то есть выберу все раздачи, и покажу вам, как быстро, как быстро раздачи обновляются. То есть я выбрал очень много раздач, 18 тысяч, и обновилось все очень быстро. Теперь давайте проделаем такое же с общим отчетом, где фигурирует больше 110 тысяч рук. Нажимаем кнопку All, конечно, это занимает какое-то время, несколько секунд, но вы видите, что в конечном итоге все обновляется довольно быстро, меньше 5 секунд на 110 тысяч рук. В первом Holder Manager все могло затянуться на более долгий срок, до 30 секунд. Возвращаемся к репортам по позициям. Это, кстати говоря, мой любимый репорт. Итак, теперь мы поговорим о графиках. Во втором Holder Manager очень много различных опций по графику. Первый – это результаты по кэш-играм. Выглядит этот график вот так, сейчас он обновится. У меня 110 тысяч раздач, это довольно много, поэтому обновляется какое-то время. Слева внизу мы можем выбрать различные опции, в чем показывать график, большие блайнды, большие ставки. Можем по X выбрать руки, дни, месяцы. Первое, то, что я говорил, можно выбирать по Y. В общем, есть определенные настройки. Еще можно добавить, что при желании вы можете вырезать определенный кусок графика, который вас интересует. Вот сейчас я выбрал небольшой кусок, и мы видим только его в увеличенном варианте. Далее мы можем выбрать руки и отсортировать по, например, самым большим потерям. То есть мы увидим раздачу, где мы потеряли больше всего денег. Это было, конечно, и в первом Holder Manager, но я решил просто показать вам этот момент. Теперь давайте разберемся с различными репортами, а также с различными графиками. Вот так выглядит карта карманных рук. Она показывает сейчас все руки, которые я разыгрывал на баттоне, и с колькими руками я выигрывал, а с какими проигрывал. Больше всего я проиграл вот с этими руками. Туз-2-туз-5 разномастная. Также в настройках мы можем посмотреть, какие руки мы чаще всего разыгрываем в позиции баттон. Как оказалось, чаще всего на баттоне я разыгрываю карманных тузов. Это определенно хорошая новость. Давайте еще раз посмотрим на карту рук, но на сей раз на карту для большого блайнда. Вот опять, больше всего я проигрываю с разномастными тузами, но на сей раз также довольно много проигрываю и с одномастными. Мы можем при помощи этой карты увидеть те руки, те проблемные руки, над которыми нам, наверное, следует поработать. Также, если вы выбираете здесь какую-то конкретную лидию, вы сразу же можете посмотреть график. Нажимаем вот на эту кнопку, и видим график по баттону. Можно выбрать малый блайнд. Нажимаем и смотрим график по малому блайнду. Я проигрываю не так много, как возможно следовало. Где-то 10 бб на 100 рук это норма за 6 макс с столами. Еще один момент, о котором я совершенно не говорил, это фильтр. На данный момент показаны все мои игры, то есть все игры Хедзап, все игры 6 макс, все мои игры в Омаху и в Холдом и так далее. В общем, все подряд. И в скором времени я покажу, как использовать фильтры по конкретным играм. Просто не забывайте об этом, когда просматриваете отчеты. Так, и последний момент по графикам. Вы можете посмотреть графики отчетов при помощи нажатия на кнопку граф в правом углу. Вот, появился график, и теперь мы можем поменять обычный линейный график на гистограмму. Здесь мы видим выигрыши и проигрыши по разным позициям. Как мы видим, на большом блайнде я проигрываю больше всего. Еще один хороший момент заключается в том, что мы можем посмотреть различные статы по каждой позиции. То есть, показатели в Пи, ПФР, можно выделить два в раз в Пи, ПФР. Как вы видите, на ранней позиции показатели в Пи, ПФР практически не отличаются. То есть, я практически всегда открываюсь рейзом. Ну, а когда дело доходит до большого блайнда, то эти показатели наоборот разнятся существенно. Далее, помимо гистограммы, мы можем использовать круговую диаграмму, ну и другие различные графики. На самом деле, все это очень клево и удобно, когда вы разбираетесь с отсчетом. Гораздо удобнее смотреть на графике, видеть все визуально, а не всматриваться в различные числовые значения и так далее. Далее, я хотел бы рассказать о том, как помечать раздачу, помечать руки. Вероятно, вы уже видели, что у меня стояла галочка Show Only Marked Hands, когда я в самом начале открывал общий репорт. Итак, для того, чтобы пометить руку, нам нужно выбрать ее, нажать правой кнопкой, затем выбрать Mark и там выбрать одну из некоторых опций. Заранее в Holder Manager заготовлены четыре различных варианта, но вы можете добавить свой вариант. То есть, вы нажимаете опцию Add New Tag, здесь нажимаете зеленый плюсик, пишите свое название, например, Brands Review, выбираете цвет, если хотите. Вот мы выбрали зеленый. И теперь мы вновь открываем Mark и видим нашу новую опцию, помеченную зеленым цветом. Нажимаем. И вот я пометил выбранную раздачу. Одна из причин, по которой вам вообще следует помечать руки заключается в следующем. Например, с вами приключилась какая-то интересная раздача и вы хотите ее потом заново разобрать или просто посмотреть. Вы ее помечаете, затем нажимаете галочку Show Only Mark Hangs и выбираете тот самый вариант, если необходимо из предложенных ранее. Таким образом вы можете быстро добраться до тех рук, которые вы помечали ранее. Еще один момент, который обновили во втором Holder Manager это написание нотсов. Сейчас я вам покажу. Если мы хотим написать нотс на какую-то конкретную раздачу, мы можем нажать правой кнопкой, там появится вариант View и перед вами открывается то же самое окно, которое будет открываться в то время, когда вы играете конкретную раздачу вживую. Сейчас я не играю вживую, конечно же, но если вы будете играть и нажмете на одну из трех последних раздач в вашем хаде, вы можете вот здесь написать заметки на конкретного игрока, но также вы можете написать заметку по раздаче. И заметки по раздаче разбиты на три улицы, то есть это флоп, терн и ривер. Ну и также вы, конечно, можете пометить какую-либо конкретную раздачу. А справа в этом окне вы можете увидеть заметки, которые нам предлагает инструмент под названием NoteCaddy. Если вы о нем не слышали, то знайте, это очень-очень полезный и сильный инструмент, новый инструмент, который был разработан партнером Hold'em Manager. И на данный момент мы получали просто сумасшедшие отзывы по этому инструменту. Я пока что, правда, ее не попробовал, потому что я работаю. Если я не ошибаюсь, изначально NoteCaddy позволяет вам сделать 5 или 7 заметок около того, но затем, если вы сделаете upgrade, вы можете расширить это количество до 100 различных заметок. И прелесть NoteCaddy заключается в том, что вы можете настраивать каждую заметку. Давайте посмотрим на графики в NoteCaddy. Изоляция лимперов на префлопе. Делаю я это, когда у меня довольно сильная рука. А многие сильные игроки обязательно будут изолировать слабых оппонентов со слабыми руками. То есть, как вы видите, мы можем получить ту информацию, которую мы вряд ли получим при помощи статистики. То есть NoteCaddy это более развернутый инструмент, нежели обычная программа счета статистики, и я вам ее рекомендую. И опять же, мы проводили часовой вебинар, длился он час 15 по NoteCaddy. Делали мы его несколько недель назад. Он залит на YouTube, можете найти там на нашем канале. Это определенно должно помочь вашему винрейту. Окей. Мы с вами прошлись по основным моментам, связанным с репортами, с отчетами. Еще один момент, если помимо кэша вы играете турниры, вы можете нажать вот на эту кнопку, и получатся отчеты по турниру. Довольно удобно. Теперь давайте поговорим о фильтрах. Иногда люди просто боятся использовать фильтры, потому что это довольно глубокий момент, много различных фильтров, можно запутаться и так далее. Но сегодня я расскажу вам о фильтрах и вы надеюсь не будете их бояться, потому что сила Hold'em Manager во многом заключается в его фильтрах. Итак, давайте открываем таблицу репортов. Мой любимый репорт по позициям. И вот несколько различных кнопок в разделе фильтр. Сначала я хотел бы поговорить о таком моменте как Date Range. Это фильтр по дате, причем очень хороший фильтр. Здесь вы не просто выбираете какие-то даты, вы также можете настроить не только последний день, а какое-то количество последних раздач. Например, вы можете выбрать последние 5 месяцев и так далее. Но также помимо этого есть какие-то конкретно заготовленные моменты. Но если вы добавляете какие-то свои собственные фильтры, они появляются вот здесь внизу. Вы там наверное увидели опцию последние тысячи раздач. Давайте нажмем на кнопку Custom и сделаем свой собственный фильтр. Мы можем выбрать какой-то конкретный промежуток времени, например, от такого-то числа до такого-то до такого-то. А также мы можем выбрать последние тысячи раздач или последние 10 часов и так далее. Давайте оставим последнюю тысячу раздач. И как мы видим, за последнюю тысячу раздач я выиграл 31 доллар. Клево! Но опять же вы можете поменять тысячу на 10 тысяч и так далее. Теперь давайте введем фильтр по типу игры. Теперь мы оставили только те раздачи, которые относятся к Hold'em'у. Вы намерно заметили, что каждый раз, когда я добавляю фильтр, появляется вот эта оранжевая линия наверху. И эта оранжевая линия будет показывать вам все те фильтры, которые вы использовали. Вот, сейчас мы выбрали все руки, относящиеся к Hold'em'у. Изначально каждый фильтр подходит для конкретного репорта, который вы выбрали. Но есть один приятный момент. Заключается он в том, что вы можете использовать этот фильтр, вот этой кнопки Apply to all reports. Если мы нажмем на нее, надо будет подождать какое-то время, и фильтр применится ко всем репортам. Давайте посмотрим на фильтр под названием Overall. Здесь, как мы видим, остались только те раздачи, которые относятся к Hold'em'у. Также все это работает и в обратном направлении. Давайте уберем вот этот фильтр в разделе Overall, нажимаем Clear Filters, и теперь если мы также нажмем на кнопку Apply to All Reports, нажимаем. Это приведет к тому, что все фильтры, которые мы накладывали на другие отчеты, они также уберутся. Возвращаемся к позициям и видим, что фильтр убран. Работает это не только для фильтров по дате и по типу игры, работает это также и для опции More Filters. Вот здесь мы как раз можем найти очень глубокие фильтры, очень детальные, и вообще здесь очень много полезных вещей. Давайте разберем с вами некоторые из этих дополнительных фильтров в разделе More Filters. Вообще фильтры потерпели определенные изменения, появились совершенно новые фильтры, новые функции, конечно здесь не все новое, но кое-что новое и интересное все-таки появилось. И очень здесь использовать вот эти Quick фильтры или быстрые фильтры в правом нижнем углу. Давайте добавим фильтр по лайтовым трибетам в позиции. Как вы видите, этот фильтр добавился наверху. Как мы видим, экшены выбраны трибеты. Далее указано, что трибетер находится в позиции. И напоследок показаны карманные руки, которые относятся к лайтовым трибетам в позиции. И еще, чем хороши вот эти быстрые фильтры, они действительно полезны для тех игроков, которые совершенно не умеют пользоваться фильтрами и никогда ими не пользовались. Вы можете наглядно увидеть, как собираются фильтры, из чего они строятся. Сначала выбираются общее действие. Ставим Yes напротив трибета и выбираются все трибеты. Затем нам нужно установить, что трибет делался в позиции. Правда, для того, чтобы установить это условие, нам необходимо открыть продвинутые фильтры. Advanced Filters. Да, это условие придется искать здесь. О, боже мой, как со всем этим работать. Итак, здесь мы можем добавить условие, как вы видите, оно уже добавлено. А далее мы можем выбрать те руки, которые нас интересуют. Выбираем для этого руки, которые относятся к Hold'em'у. И, как вы видите, здесь все премиальные комбинации были исключены. То есть, теоретически мы получили как раз-таки тот диапазон, который относится к лайтовым трибетам в позиции. Самое главное, что, на мой взгляд, вы должны вынести из этого, это то, что при помощи вот этих быстрых фильтров вы можете понять, как на самом деле составляются более сложные фильтры. Так что, используйте их. А мы идем дальше. Давайте посмотрим, как у меня идут дела в этой ситуации, которую мы выбрали. Не очень хорошо. Ладно, убираем этот фильтр, а возвращаем фильтр по типу игры. Оставляем только раздачу, относящуюся к Hold'em'у. И вновь возвращаемся к более продвинутым фильтрам. В центре у нас есть блок, посвященный позициям и действиям, а внизу у нас есть базовые фильтры, то есть это самые общие, самые популярные фильтры, которые, по нашему мнению, чаще всего используют игроки. То есть, вместо того, чтобы ходить в продвинутые фильтры, кстати, на самом деле, в продвинутых фильтрах есть очень много чего интересного. Так, и теперь некоторые новые фильтры. Во-первых, это фильтр по размеру ставок, то есть, мы можем отфильтровать размер нашего рейза, поставить условие, что на префлопе был сделан 3-бет и так далее. То есть, фильтры становятся более детальными, и о чем вам следует беспокоиться, когда вы создаете фильтры. Не делайте слишком уж специфических фильтров, потому что после наложения суперспецифического фильтра может остаться буквально пару раздач, а пары раздачи недостаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы. То есть, вам может просто-напросто не хватить базы данных. А вообще, давайте-ка, пожалуй, очистим эти фильтры, которые мы вводили ранее, чтобы мы могли поработать с карманными картами для Омахи. Да, конечно, пожалуй, только 10% из вас играют в Омаху, но мы быстренько пройдемся по этой игре. Фильтр по рукам Омахи был существенно изменен, теперь вы можете выбрать практически любую комбинацию. То есть, здесь вы вносите определенные ограничения на руку, например, только бродвейные карты и так далее, и в итоге получаете нужную комбинацию. Знаете, недавно я смотрел одно из видео тренеров и увидел у него очень прикольный фильтр. Сейчас покажу вам его быстренько, ну а затем будем продолжать. Итак, он делал фильтр по блефу на ривере. Ранее я об этом никогда не задумывался, но в общем-то в этом и прелесть просмотра видео различных тренеров вы можете узнать, как люди думают об игре и как они анализируют свою игру. Итак, мы выбираем только ривер. Будем делать фильтр по риверу. Так, идем в продвинутые фильтры, оставляем только ривер, находим ставку на ривере. Добавляем. Для этого надо нажать на плюс и также мы можем выбрать вот эту опцию по фильтру либо истинная, либо ложь, то есть была ставка на ривере или нет. Не у всех фильтров есть такая опция истинная или ложь, но здесь эта опция есть и мы выбираем положение истина. Теперь нам нужно как-то указать, что мы блефуем, то есть то, что у нас нет руки. И мы идем в раздел hand values, то есть ценность рук. Справа мы можем выбрать силу руки на ривере. Я думаю, что если кто-то ставит на ривере всего лишь с хай-картой, то это блеф, поэтому мы выбираем эту опцию. И также ставка с парой, но с какой-то слабой парой часто является блефом, но давайте выберем с вами нижние пары. Иногда со вторыми парами приходится ставить для вылью, так что этот вариант мы выбирать не будем. Хотя давайте пока что ставим только хай-карты, чтобы побыстрее проверить наш фильтр. Итак, у нас есть ставка на ривере и мы выбрали только хай-карты. Как мы видим, у нас получилось 107 раздач и с учетом всех этих раздач я проиграл где-то 120 долларов, чуть меньше. Это те ситуации, где я блефую на ривере. Давайте вернемся назад и добавим вот эти комбинации с одной парой. Выбираем только нижние пары. нажимаем ОК. Получается побольше раздач, на сей раз 153 и при такой выборке мы проигрываем меньше. Но самое главное заключается в следующем. Теперь я вижу, что вполне возможно я слишком часто блефую на ривере. так что теперь когда я это знаю у нас есть 150 раздач мы можем посмотреть все самые крупные из этих раздач где мы проигрывали больше всего денег. Вот здесь 10-5 разномастные и с такой рукой я проиграл 82 больших блайнда. Зачем я вообще участвовал в раздаче с такой рукой? В общем у вас есть тысячи миллионы различных комбинаций различных комбинаций фильтров. Так что вы можете использовать это во всех направлениях. А давайте-ка попробуем применить это ко всем репортам и посмотрим что у нас получится в репортах по позициям. А вот это довольно интересный момент. Раздач конечно не так много получилось 150 с лишним но мы видим что наши блифы на ривере вполне неплохо работают в позициях котов и в средней позиции. Конечно какое-то заключение на основании такого количества раздач нельзя делать но тем не менее. Так очищу фильтры и применю очищенный вариант ко всем репортам. Теперь фильтров нигде нет. Хорошо как я уже говорил ранее фильтры здесь очень даже хорошие. есть некоторые покерные тренеры которые регулярно используют вот эти фильтры как я уже сказал когда вы первый раз смотрите на фильтры много информации сложно поразобраться и так далее но вот эти быстрые фильтры которые мы ввели во втором холдом менеджере одни должны существенно упростить ситуацию с фильтрами и помочь вам разобраться как это делается хорошо теперь давайте переходить к опциям посвященным хаду конечно когда вы играете хад это один из самых главных моментов и как я уже говорил настройки хада или хад опшенс доступны в любой вкладке хороший момент по настройкам хада во втором холдом менеджере заключается в том что мы сжали все настройки все опции в одно окно то есть все различные статы все различные настройки они все здесь ничего не нужно искать в первом холдом менеджере вам необходимо было открывать разные окна для разных опций но здесь все у вас под рукой окей вот так выглядит основное окно настроек как вы видите я добавлял статы посвященные ноут кейде давайте их сейчас уберем как мы видим у нас осталось разделение newline вообще это хат который я использую по умолчанию и если вы будете вносить в него какие-то изменения вот это окошечко слева вверху оно будет изменяться то есть вы сразу же увидите что вы изменили это очень удобное нововведение во втором холдом менеджере так ну и теперь давайте попробуем добавить некоторые параметры давайте посмотрим что у нас есть берем какой-нибудь случайный показатель например total squeeze я просто нажал два раза по параметру также можно было нажать на оранжевую кнопку мы получили тот же самый результат и как вы видите слева вверху на экранчике эти значения появились которые мы только что добавили если вы хотите новую линию просто нажмите на кнопку newline и появится новая линия куда вы можете добавить еще несколько параметров и мы прямо на ходу создаем хат добавляя в него новые параметры также вы как всегда можете экспортировать и импортировать настройки хата делиться ими со своими друзьями и так далее теперь давайте пробежимся по меню которое у нас есть слева это меню стат appearance посвящено тому как будут выглядеть статы в целом во втором холдом менеджере довольно простая работа с цветами изначально вам предлагается определенный набор цветов вы сразу видите какой цвет к чему относится помимо этого вы также можете добавлять некоторые дополнительные цвета либо те которые предлагают вам набор холдом менеджер либо же вы можете внести свои собственные цвета вообще при настройке хата я всем советую использовать систему светофора то есть красный цвет означает опасность желтый цвет обозначает что-то среднее а зеленый цвет обозначает что вы можете двигаться дальше лично я использую такие цвета для своих статов помимо цвета вы также можете поменять шрифт статов например мы хотим чтобы показатель в пип был больше мы ставим вот такой большой шрифт и видим результат слева вверху теперь показатель в пип значительно больше чем все остальные показатели опять же несмотря на то что мы поменяли меню и теперь меняем настройки в стат опериенс мы видим все изменения слева вверху очень удобно также мы можем здесь выбрать какое поп-ап окно будет открываться когда мы наведем мышку на какой либо показатель также для некоторых показателей статистики вы захотите использовать десятичные знаки например для трибета это хороший пример просто как правило трибет не превышает 7% и некоторые игроки возможно трибетят 3% а некоторые игроки 3,9% и вам наверняка хотелось бы знать вот эту разницу в 9-10 а для этого собственно можно использовать десятичные знаки далее abbreviations или аббревиатуры это необходимо для добавления аббревиатур перед статами если вы являетесь новичком и недавно используете статистику еще не знаете где какой показатель возможно вы захотите использовать эти аббревиатуры ну а min samples это количество примеров которое необходимо для того чтобы показатель статистики появился на экране так теперь давайте по-быстренькому очистим все статы которые я только что добавлял потому что раз уж я добавил аббревиатуры нам понадобится побольше пространства для хада ведь аббревиатуры занимают определенное количество места окей да я думаю мы можем оставить хат в таком состоянии теперь configuration properties это настройки конфигурации нажимаем show abbreviations и как вы видите появились аббревиатуры перед каждым показателем если вы только новичок недавно начали использовать статы можете использовать вот эту аббревиатуру чтобы не запутаться чтобы понять где какой показатель находится запомнить это и так далее для этого необходимо поставить галочку напротив надписи show abbreviations не буду разбирать здесь остальные опции потому что это более продвинутые моменты ну и часто они просто не нужны лично я например запустил hold manager он просто работает этого достаточно но есть некоторые опции которых некоторые люди просили и здесь вот они все представлены сейчас я планирую показать вам hand replayer и уже затем мы посмотрим на хад вживую сайт options это какие настройки хада вы хотите использовать для какого-то конкретного сайта например выбираете какой-то конкретный сайт скажем poker stars далее sitting preferences здесь вы можете выбрать какое-то конкретное место за которым вы сидите на каком-либо конкретном сайте ну вот например выбираем 6 max стол в руме merge и выбираем какое-то место кстати второй holder менеджер способен считывать файлы конфигурации не всех конечно покерных сайтов но большинства во всяком случае всех самых крупных и за счет этого мы будем знать где вы предпочитаете сидеть но если для какого-то сайта эта опция недоступна вы можете использовать вот это меню следующий раздел это pop-up designer это собственно говоря место где вы можете проектировать ваши pop-up окна вы можете изменять стандартные окна создавать новые и так далее и как я уже говорил pop-up окна появляются когда вы наводите мышку на какой-то показатель статистики следующий раздел это chart designer это весьма интересная штука я покажу как ее использовать когда мы доберемся до реплеера в основном все это помогает для тех пользователей которые недавно начали пользоваться программой holder manager следующий раздел это main pop-up далее note caddy hat filters вот на этом моменте я бы хотел остановиться чтобы быстренько его разобрать эти фильтры позволяют вам отфильтровать ваши статы в хаде по дате по количеству игроков и по количеству раздач на данный момент мой хад включает все раздачи за последние 100 месяцев давайте скажем для примера что вы гриндели по 3000 рук в день однако затем спустя скажем 6 месяцев те раздачи которые у вас есть на оппонентов уже не имеют смысла потому что они играют по другому и вы в том числе играете по другому но при этом у вас очень много раздач и вам наверное не хотелось бейс использовать и вот для этого вы можете ввести фильтр на какое-то количество последних раздач но если вы игрок среднего уровня оставьте эти параметры без изменений вот внизу мы можем использовать какое-то конкретное количество из последних раздач то есть use last скажем 1000 hands или любое другое значение это для активных гриндеров а что касается количества игроков давайте для примера скажем что вы играете за 6 макс столом на данный момент все настроено так что если за столом 6 игроков я хочу увидеть в том случае когда карты на руки получили от 2 до 10 игроков минимум и максимум опять же если вы очень много играете если вы активный гриндер вы можете поменять вот это значение на тройку далее на шестерку то же самое делаем для когда за столом 5 игроков вообще это все зависит от ваших собственных предпочтений ну и последнее когда за столом осталось 2 игрока мы оставляем значение 2 и 2 то есть если карты раздали лишь 2 игрокам ваш хат будет показывать статы для хедзапа например если вы постоянно играете за 6 макс и 9 макс столами а затем вы подсели кому-то парню который сидит один за столом и играете с ним хедзап вас будут выводиться те статы которые вы видели когда вы играли с ним за 9 макс столом само собой для хедзап такие статы будут неподходящими и вот с помощью этих фильтров вы можете сделать так что играя вдвоем с оппонентом за 9 макс столом например будут выводиться хедзап статы вот если бы я настраивал эти статы я бы сделал все примерно вот так далее также надо изменить все значения от 7 до 10 и теперь вот с такими настройками фильтров когда я подсаживаюсь за стол неважно какой стол я всегда буду видеть правильное количество рук на оппонентов и правильные показатели для каждой конкретной ситуации но опять же это в основном подходит тем игрокам которые играют очень много и я бы вам советовал быть поаккуратнее с этими настройками если вы играете в турниры например если вы играете снг скажем вы остались с оппонентом которого ранее вы никогда не видели в этой ситуации лучше иметь хоть какие-то статы хоть те статы которые вы получили в течение турнира нежели вообще остаться без статов потому что хедзап статов у вас нет соответственно выводиться ничего толком не будет ну а по общим статам которые вы получали в течение турнира вы можете сделать хоть какие-то выводы например вы можете знать что оппонент тайтовый лилузовый и так далее в общем аккуратнее с этими фильтрами они действительно полезны действительно помогают но нужно знать что вы делаете и последнее это турнирные фильтры здесь можно изменять показатели в зависимости от того сколько больших блайндов у вашего оппонента в стеке на данный момент все значения сброшены если мы нажмем default values выставим дефолтное значение мы получим вот это сейчас выставлены неплохие значения которые вполне можно использовать но само собой вы можете все самостоятельно перенастраивать вот эта строчка например означает что когда у оппонента от 9 до 10 больших блайндов в стеке вам будут выдаваться статы по всем тем случаям когда оппонент действовал при таком стеке от 9 до 10 больших блайндов хорошо на этом мы заканчиваем с опциями по хаду к сожалению наше видео немного затягивается поэтому я постараюсь немного ускориться нам еще придется разобрать вопросы которые наверняка появились хорошо давайте сейчас откроем те руки которые я помечал ранее ставим галочку напротив show marked hands хорошо вот реплеер рук и здесь у меня помечена довольно интересная раздача мы можем заметить существенное изменение в ев от флопа к терну вот здесь на графике и если честно я сыграл эту раздачу не самым лучшим образом но самое главное что я хочу показать это различные хады вот эту клевую штуку которая показывает нам equity по каждой улице очень удобный момент мы видим например что на флопе я был далеко позади однако затем на терне я вырвался вперед и плюс помните я вам говорил о заметках по каждой улице вот здесь мы можем их видеть меняем улицу и видим заметку по каждой улице у меня помечено что парень тайтовый ему и ререйс не сработал он поставил конбет я сделал ререйс однако он проколировал оппонент играет 16 на 10 так что ситуация для меня далеко не самая удачная но на терне мы поймали отличную карту самое главное здесь не моя удача а то что мы можем видеть заметку по каждой улице кстати еще один большой важный момент что вы можете делать заметку прямо сейчас используя вот эту иконку с карандашом справа вверху также мы можем поменять хат и то же самое можно делать живую за столами когда вы играете вот видите мы можем здесь выбрать любой хат который нас интересует в какой-то конкретной ситуации вот этот хат vs hero я настроил буквально за несколько минут до начала вебинара кстати касательно аббревиатур вы видите перед каждым показателем есть несколько букв и если вы наводите на какой-то показатель открываются вот такие поп-ап окна то о чем я говорил ранее так давайте посмотрим еще одну раздачу итак вот здесь я использую настройку хата которая называется vs hero которую я выставил еще в прошлой раздаче если вы посмотрите то вот с этим парнем я сыграл довольно много если посмотреть на статы вот этого игрока вы видите что в первой линейке показаны просто его общие статы а ниже это статы против меня против hero как вы видите его общий 3бет составляет 3,9 но против меня он 3бетит только 3% то есть не так часто как против остальных игроков далее фолд на 3бет против меня у него побольше чем против других оппонентов колл 3бета всего 48% а против меня лишь 22% и в конечном итоге мы можем сделать вывод что этот парень играет против меня довольно аккуратно и чем больше у нас раздач на оппонента тем полезнее будут вот эти статы которые показывают значение против hero против нас так давайте поменяем хат на графике вот что мы имеем это нововведение во втором холдом менеджере и я думаю что такое нововведение отлично подойдет новичкам которые недавно начали использовать статистику смысл заключается в следующем линия которая находится посередине обозначает среднее значение для того или иного показателя статистики то есть здесь мы видим что у парня вполне стандартный показатель при flop race но при этом показатель в pip немного ниже предполагаемой нормы в 18% примерно так вы можете использовать эти графики так ну и давайте как быстренько пробежимся по настройкам этих графиков открываем hot options выбираем меню chart designer и вот здесь мы можем добавлять новые показатели статистики которые нас интересуют выбираем например 1$ at showdown или что угодно также вы можете выбирать типы вот этих столбиков в чартах либо horizontal bars либо bars from origin то что мы сейчас видели это horizontal bars а bars from origin отличаются тем что среднее значение будет смещено влево и если у парня показатель превышающий средний мы это увидим но если показатель ниже среднего мы этого просто не увидим а еще один момент в таких румах как покер старс и айпокер есть хады по каждой улице то есть используется живое отслеживание и каждый раз когда вы играете на какой-то конкретной улице например на терне или на ривере хад будет изменяться например здесь у меня выведено всего лишь 4 показателя и когда я нахожусь на ривере разве мне интересно как часто этот парень трибетит на префлопе нет я хочу знать его статы на ривере как часто он доходит до шоудауна как часто он выигрывает на шоудауне и так далее так что вместо того чтобы добавлять лишние статы в ваш хад мы можем использовать вот этот стритбай стритхат подходит он только для покер старс и для айпокера в будущем мы добавим остальные сайты так давайте уберем все помеченные руки и посмотрим на все раздачи также давайте откроем снова отчет по позициям позиционал репорт так выбираем несколько раздач и открываем их в реплеере вот здесь как вы видите все эти раздачи все восемь некоторые из них помечены зеленым цветом некоторые красным красные это те руки которые я проиграл в итоге а зеленые где я выиграл а это для того чтобы быстро получить информацию о той или иной раздаче знать выиграли вы там или проиграли так ну на этом заканчиваются основные моменты связанные с хэнтри плеером и каждый раз когда вы настраиваете хат вам не обязательно открывать столы в руме вы можете открыть реплеер ну или же посмотреть на вот это небольшое окошко чтобы увидеть как ваши статы будут выглядеть на экране в итоге то есть вы можете спокойно составить необходимый хат в настройках и смело идти в покер рум играть и использовать его наверху у нас есть также вкладки под названием Active Session и Openants Active Session или активная сессия это место где у нас есть Table Scanner если я не ошибаюсь то на ближайшие 6 месяцев сканер столов будет бесплатным так что вы можете смело им пользоваться вообще этот раздел необходим тогда когда вы играете какую-то сессию вы можете изменить список рук на график вот так вот и можете скроллить раздача еще один полезный момент вот здесь вы можете использовать фильтр вывести только те раздачи в которых банк составлял больше скажем 20 больших блайндов то есть я теперь вижу только те руки в которых банк был больше 20 бб но это когда нам не интересно смотреть на небольшие банки небольшие раздачи мы можем использовать этот фильтр серый столбик показывает общий размер банка а зеленая или красная линия показывает вашу привязанность к банку то есть например вот здесь я сдался в самом начале а вот здесь я выиграл а здесь проиграл проиграл довольно много в общем таким образом мы довольно быстро можем увидеть самые интересные раздачи в сессии плюс иногда нас не интересует наша раздача иногда нас интересует раздача оппонентов это тоже хороший способ найти интересные раздачи оппонентов слева мы видим итог по нашей сессии внизу можно увидеть статистику также здесь есть table finder если вы играете на каких-то крупных сайтах об этом вообще не нужно беспокоиться но если вы играете на каких-то непопулярных сайтах иногда холдом менеджер может потеряться к какому столу какой хат нужно приставить и вот тогда вы можете нажать на table finder и расставить все по местам итак это была вкладка active session теперь переходим к вкладке opponents так у нас тут есть вопрос на него быстренько отвечу как быстро копировать руки для того чтобы запостить их на форуме вот здесь когда вы нажимаете правой кнопкой по какой-либо раздаче нажимаете кнопку view и здесь есть кнопка экспорт можно экспортировать на iphone в twitter или же можно скопировать в буфер обмена и вот здесь есть список всех форумов то есть все основные форумы здесь включены можете выбрать необходимый вам сайт затем нажимаете на кнопку copy to clipboard и затем уже просто вставляете из буфера обмена в сообщении на форуме также можно назвать копирование когда вы просто нажимаете copy копируется оригинальный текст истории раздач но если вы нажимаете copy with stats все имена будут заменены на буквы abcd и при этом будет написана статистика ну например если помимо обычной информации вам нужно показать статистику можно использовать вот эту опцию и так возвращаемся к вкладке оппоненты здесь мы можем проводить анализ игроков также эта функция была в первом холдом менеджере но она претерпела серьезные изменения во втором холдом менеджере и вообще это очень полезный инструмент особенно если вы играете heads up и если вы например открываете какую-то раздачу в реплеере и правой кнопкой кликаете по иконке игрока может открыться вот такая маленькая версия этой вкладке opponents где можно увидеть линейный анализ оппонента а сейчас основным игроком выбран я но когда вы играете с каким-то конкретным оппонентом который вас интересует вы можете выбрать его и так давайте выберем call 3 бета в информации по префлопу и вот здесь мы видим что в 43 процентах случаев у меня на флопе вообще ничего нет и также сюда кстати говоря можно добавлять фильтры по позициям можно использовать диапазоны и так далее справа мы видим настройки по структуре доски но как я говорил ранее чем более специфические настройки вы выбираете тем меньше раздач у вас получится так что если у вас нет очень большого количества раздач на оппонента выбирайте только основные значения также помимо действий на префлопе мы можем выбрать действия на постфлопе ну например я поколил 3 бет и сыграл чек на флопе теперь мы можем посмотреть насколько сильные руки у меня обычно бывают в таких ситуациях да практически ничего не изменилось но также вы можете добавлять различные дополнительные действия например помимо чека мы можем добавить чек колл или чек рейс и так далее и также мы можем посмотреть эту диаграмму для различных улиц для терна для ривера ну или для флопа как мы видим частенько когда я добираюсь до ривера у меня по-прежнему ничего нет на руках 30 процентов случаев в ситуациях когда я коллирую 3 бет да я знаю что я сам частенько коллирую 3 беты но вы возможно не знаете подобную информацию о себе и можете проанализировать свою игру таким образом давайте перейдем к следующей вкладке здесь у нас справа внизу радарный график интересный момент здесь используются нормализованные диапазоны вторая линия означает стандартное значение а все что выше это перебор а все что ниже это наоборот недобор как мы видим мой показатель при флоп рейс находится внутри второго круга а вот показатель в пип выходит за второй круг и показатель колл 3 бет существенно выходит за второй круг то есть здесь у меня большой перебор также мы можем поменять значение например флоп си бет вы видите что я недостаточно часто ставлю кандбет на флопе так что если я ставлю кандбет вы лучше сдавайтесь в общем так выглядит радарный график и последнее это крупная раздача а также мы можем найти крупные раздачи при помощи фильтр так что это необязательный момент и последний момент о котором я хотел бы с вами поговорить это вкладка суммарис здесь у нас выведены все игроки из нашей базы данных и внизу мы видим гистограмму мой показатель в пип составляет 22,4 процента и мы видим где я нахожусь среди всех игроков слева кстати говоря мы можем использовать различные фильтры давайте избавимся от омахи а также установим short handed столы особо конечно такие фильтры ничего не изменят потому что где-то девяносто восемь процентов раздач которые я играю это раздачи сыграны за short handed столами в ноу-лимит холдом также мы можем здесь выбирать различные другие статы например при флоп рейс или венту showdown и так далее и если у вас не так много раздач в базе данных тогда эта вкладка окажется бесполезной но если у вас где-то 20-30 тысяч раздач тогда вы можете сюда заглядывать и посмотреть на результаты вот здесь есть информация по нормализованным значениям о которых я говорил ранее ну и также здесь есть заметки от note caddy графики и так далее так давайте посмотрим вот этого парня вернемся к показателю в пип его в пип меньше нашего давайте посмотрим теперь игроков которые играют в минус да у них в пип повыше в общем это еще один способ для анализа вашей собственной игры а также игры других оппонентов а вот вам фишка которой я пользовался где-то три года назад ранее я говорил вам как использовать алиасы и если вам интересно как играет группа людей на вашем конкретном лимите вы можете собрать самых лучших игроков из вашей базы данных на этих лимитах вы можете посмотреть как много раздач у вас на них есть а затем вы можете вписать эти имена записать все необходимые имена и объединить их группу при помощи алиасов и таким образом у вас получится фильтр по целой группе хороших игроков хороших игроков с вашего лимита надо сказать что это довольно интересный момент который вполне можно использовать если вы увидите как играют лучшие игроки на вашем лимите это может помочь вам повысить ваш винрейт так ну в общем то я закончил со своим вебинаром давайте посмотрим есть ли еще какие-то вопросы некоторые из вопросов довольно сложные на которые я не могу сейчас ответить но отвечу попозже на форуме и вообще наши сотрудники постоянно отвечают на вопросы на форумах в том числе на вопросы на форумах на poker strategy.com да есть довольно сложные вопросы на которые я к сожалению сейчас не могу ответить мне необходимо какое-то время для того чтобы найти ответы но вы можете запустить эти вопросы на форумах и вы обязательно получите развернутый ответ в остальных вопросах люди просто пишут привет спасибо вам большое за то что вы прослушали этот вебинар я кстати говоря данный вебинар записывал так что в ближайшее время я постараюсь выложить его на ю тубе я знаю многие из вас присоединились не с самого начала так что первую часть вы можете посмотреть на ю тубе в ближайшее время и опять же большое спасибо за внимание в дальнейшем мы сделаем еще несколько вебинаров для poker strategy типа этого и мы планируем поговорить о более детальных моментах этот вебинар является чем-то вроде приветствия и еще раз спасибо вам за то что смотрели мое видео увидимся на следующих вебинарах спасибо